Добрый день, дамы и господа! Опять у нас среда, сегодня у нас 16 марта, и наша сегодняшняя программа посвящена опять производству, производству в Латвии. Сегодня мы будем говорить о производстве товаров для красоты, о всевозможных косметических продуктах. Эти продукты производятся здесь, в Латвии, в том числе из латвийского сырья, а продаются они за пределами нашей страны. В гостях у нас владелица компании Bio2U Рита Строжинская. Здравствуйте, Линита! Здравствуйте! И Байба Шмидте, менеджер по маркетингу, руководитель этой службы компании Циталета. Циталета – это бренды Циано Косметикс и Пиен Дайри Спа. Здравствуйте! Ну что ж, давайте тогда, собственно говоря, начнем с того, что почему и вообще что производится здесь в Латвии, да? Какая продукция? Я начну с того, что я полазил по интернету, походил по магазинам и видел продукцию ваших компаний. Вы в определенной мере конкурируете между собой, этим интереснее беседа. С другой стороны, как я понимаю, все-таки у вас несколько разные направления. И вот первое, что я обратил внимание, что у вас в Bio2U такой мощный акцент на облепиху. То есть я так понимаю, что это для вас главная ягода, да? Да, это именно так, потому что облепиха – это, как вы сказали, чудо-ягода, да? Она очень богата всем, она богата витаминами, она богата всеми жирами хорошими, да? И она очень хорошая и для кожи, и для вообще здоровья. И я думаю, что уже все практически люди в Латвии очень много знают об облепихе, да? И мы ее используем как главный акцент тоже в нашей косметике. А вот Байбам ваша продукция, я знаю, у вас там, ну, пен, вот молоко – это как бы название само, только почему-то без буквы «С» вот это. Да, но молоко уже издавна, зная, как использовать косметики, даже в древнем Египете, как слухи говорят, Клеопатра уже использовала эти молочные ванны. Да. Так родилась идея с химиками и с профессорами сделать продукт из молочной сыворотки. То есть у вас как бы такие вот есть знаковые продукты. А вот скажите, пожалуйста, сейчас ведь можно приобрести огромную массу косметики и вообще товаров, так скажем, для гигиены, здоровья, производства самых известных мировых брендов. Зачастую она даже не очень дорогая. Вот скажите, пожалуйста, насколько рынок, так скажем, заинтересован в продукции типа вашей? Вот насколько рынок заинтересован в натуральной косметике, в натуральных продуктах? Это узко-небольшой слой людей, вот знаете, такие зелёные, как их называют. Либо это всё больше и больше людей начинают думать о своём здоровье, и для них это важно. Вот, Рита. Ну, конечно, вообще рынок косметики очень полный, очень много конкурентов, да, и если мы так не будем вникать, так, наверное, покажется, что всего очень много, да. Но есть, конечно, категории людей, которые очень следят за собой, что они едят, что они кладут на свою кожу, потому что это всегда обратится и на здоровье, и на то, как мы будем выглядеть, да. И, конечно, если хотим на кожу класть пластику, там, да, пластмассу, тогда можем массовым рынком использоваться, да. Если мы всё-таки хотим, чтобы то, что мы кладим на кожу, было бы и тоже полезное, да, тогда всё-таки надо смотреть, надо читать ингредиенты. И наш клиент, конечно, он тот, который следит за собой, и тот, который учит, и тот, который хочет знать больше, да. Вот на какие страны вы работаете? Мы пока что… Если говорить об экспорте. Об экспорте мы работаем практически на Латвию и на страны Западной Европы. Откуда докуда, если брать крайние точки? Да, это Скандинавия, это Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Англия, это тоже Нидерланды, это Франция, Германия, Италия, Польша, Венгрия. Да, ну, хотим сказать, что практически мы себя хорошо чувствуем в Европе. А вот, Байба, ваша продукция, потому что я прочитал на сайте, что вы даже до Китая добрались, да? Да, Ронда. Какие ваши, какая ваша география? Да, ну, мы, в принципе, мы работаем, так считали, что 38 стран мира мы работаем, но мы работаем, но большой рынок есть в Китае, Корее, Малайзии. Также мы работаем, конечно, с Россией, но сейчас немножко труднее, но с Украиной, Белоруссией. Но в Европе у нас тоже большой рынок в Германии, в Англии. Также мы с Австралией и США работаем. Понятно. То есть, вы двигаетесь как бы в широтном направлении, а ваши коллеги в этом самом... Ну, это получается, что какое-то количество от продукции у нас идёт как косметика по контракту. Да, вот это очень любопытно. То есть, вы делаете косметику под чьими-то брендами, да? Да. А вообще, это интересно. Вот кто угодно может прийти и сказать, я хочу, чтобы вы сделали и мыло имени меня. Вот вы сделаете? Да, это возможно. И сколько надо минимальный контракт мыла заказать или шампуня? Это зависит, конечно, какая продукция. Потому что у нас не только мыло, у нас и крем для лица, крем для тела и всякое. Да, ну, это вообще-то возможно, конечно. Мы можем помочь с документацией, мы можем сделать даже дизайны. А погодите, а сами сделать продукт вы можете по заказу? Конечно. Вот у меня есть, условно говоря, имя и есть деньги. И я хочу, чтобы люди начинали утро с моим, условно говоря, шампунем там или чём-то ещё. Да, можем. Понятно. Да, и хотела тоже сказать, что мы тоже предлагаем такую же услугу, да, мы только начинаем в этой области работать, но у нас уже тоже имеются некоторые проекты, которые сейчас будем осуществлять. Вот смотрите, да, это очень интересно. То есть вы фактически делаете продукцию здесь, в Латвии, и любой может, по идее, заказать себе свой бренд. А вот какое отношение в странах, где вы работаете, к тому, что производится ваша продукция именно в Латвии? Какое отношение к бренду «Made in Latvia» от Ритты? Ну, у нас очень хорошее, потому что я думаю, что в Латвии хороший пиар, как сказать, да, потому что люди знают, что здесь у нас всё чисто, всё аккуратно. Тут у нас и учёные есть, да, хорошие, и, ну, инновации какие-то есть. Ну, зелёная страна. И тоже зелёная страна. Так что это очень хорошее имя у нас. Вы знаете, тут, да, действительно, последние новости про Милдранат, да, они, не думаю, вы тоже способствовали, потому что многие люди, вот я знаю, не только из России, из других стран, они с таким удивлением, вот из Финляндии я разговаривал, коллеги, они говорили, господи, он говорит, это что, у вас в Латвии синтезировали? Я сказал, ну, и не только это. Вообще у нас очень сильное было, и остался Институт органической химии. Это их очень удивило. Хотя, кстати, надо сказать, они всё им путали Дзинтер с Литвой. Вот, но это, как сказать, недоработка. Надо будет и дальше над этим работать, что зачастую путаются именно, ну, страны. Скажите, пожалуйста, а вот как вот, как-то мы сразу пошли к экспорту, ну, давайте, как пошли, так пошли, с Китаем. Вот как китайцы воспринимают Латвию и продукцию из Латвии? Там большая разница с Китаем и с Европой, потому что они по-разному смотрят на продукты. Например, Китай хотят больше нашлищенный аромат, больше яркие цвета. У них топ-продукт, например, могу сказать, идёт роза. Это им нравится в всех продуктах. А на Европе хотят не такие яркие дизайны, не такие крепкие ароматы. Так что это очень большая разница. То есть один и тот же продукт, по большому счёту, должен быть оформлен. То есть, условно говоря, разное количество дужки вот этой ароматизатора нужно налить. Да, они хотят больше. Да, это очень ярко. А имеется разница между Китаем или, например, той же Малайзией какой-нибудь? Потому что всё-таки Малайзия – это уже не Китай, это мусульманская страна. Ну, там не такая большая страна. Ну, в принципе, есть так. Если мы делаем продукт по контракту, тогда мы попробуемся этому рынку. Они сами лучше знают, какие у них продукты лучше идёт. И мы можем быстро реагировать и сделать такой продукт, который они хотят. Так что там не такая большая разница, но очень большая разница с Китаем и Скандинавией, например. А, вот давайте Скандинавию. Да, вот ещё и хорошо. Мы затронули Скандинавию. Рита, а поскольку у вас ссылка вниз к Европе, как вы чувствуете разницу между Скандинавией и той же самой Италией? Ну, Скандинавия, конечно, она очень близка к нам, да. И по дизайну они такие, ну, как сказать, ну, как тоже сказала, да, Байба правильно, что они не хотят, они не любят яркие цвета очень. Они хотят всё более натуральное, да. И к ним очень подходит наш дизайн. Они прямо вот нас чувствуют, как мы бы от них были, да. Конечно, французы, они хотят что-то более модное, чтобы более там крик был в этом, да, такой моды. Но тоже в Франции тоже есть же свой слой, который тоже очень зелёные люди, которые хотят натуральное. Так что, ну, мы пока что не различаем свою продукцию под рынок. Мы идём со своей продукцией и поставляем её, ну, на нашего клиента тоже в тех странах. А в Италии, Италия, могу сказать, что Италия, Испания, это уже даже и не Франция. Да. Там всё-таки Средиземное море, свои взгляды на жизнь. Вот. Ну, Италия – это очень зелёная тоже страна. Да, она тоже очень-очень славится тем, что она даже очень продвинутая в среде натуральной косметики, да. И они очень понимают все эти ингредиенты, которые мы используем. Так что в Италии мы тоже себя очень хорошо чувствуем. Да, ну, а итальянцы вообще, они знают, что такое облепиха, кстати? Вот интересная вопрос. Да, это было очень интересно, они не знают, да, чем мы идём ниже, в юг, там люди всё-таки не знают. Мы облепиху очень хорошо знаем на севере, даже, да, Германии, Англии тоже, кстати, знают, вся Скандинавия, конечно, Россия обязательно, да, но юг не знает. Ну, тогда югу мы просто должны рассказывать всё, что это хорошее. Что там, где-то на севере у нас растёт на берегах морей, вот такая ягода. Облепиха даже и растёт на юге, да, она вообще, она её же внедрил, как сказать, Александр Большой в Греции, да. Великий, да. Да, так что она оттуда выросла даже, да, как можно сказать, но всё-таки сейчас пока что её там не знают. Ну да, это интересный момент. Вот скажите, пожалуйста, вернувшись к Китаю, какой вот фактор размера, вот, очень интересный. Я посмотрел, какой сейчас вот на какие типы размеры, как всё разливается. Китайцы, они предпочитают брать большое, условно говоря, с большой упаковкой. Вот, например, американцы, у них же страшная упаковка молока, например. Нет, упаковка не изучается. Или наоборот, всё такое. Нет, упаковка такая же, как нам идёт в Европе, может быть, там дизайны могут быть другие, но они не берёт многое количество всяких разных ароматов. Они конкретно знают, что они хотят и какой аромат они могут продавать в рынке. То есть, условно говоря, вот он один есть популярный, и слава богу, да. Ну, как я упомянула, это роза, это топ-продукт, им нравится. А вот пиен, вы отправляете молоко туда? Нет, не отправляем. Мы говорили с Индией, например, с пиеном, потому что у них тоже эти коровы святые. Ну, да, да. Но они там ещё не понимают этот запах сыворотки, потому что продукт, у него запах сыворотки. То есть, он натурального запаха, да? Да, натуральный сывороток. Ну, это на любителя. Да, это на любителя. Потому и продукт очень такой специальный. Ну, и они как-то, им нравится, всё им нравится, но запах у них они ещё не понимают. А, ну, это, как сказать, это работа на специфического такого нишевого потребителя, да? Да. Ну, это, знаете, очень напоминает ситуацию с сыром, да? Вот, который покрыт плесенью, тот же самый ракфор. Люди, которым дают его первый раз, которые никогда с ним не сталкивались. Вообще-то, первая реакция, что ты мне дал? Многие люди не любят оливки. Ну, маслины, потому что они тоже не понимают их вкуса. Я имею в виду людей не из Средиземноморского региона. А жители, например, Европы, когда увидят, как азиаты могут поедать свежих личинок, например, они хрустящие, вкусные такие, да? Вот, жители европейцев стараются тут же выскочить из-за стола и убежать как можно дальше. То есть, это вполне понятная вещь. И вот это как раз меня удивило, потому что я подумал о том, что действительно есть вот такие продукты, особенно животного происхождения, которые вызывают у многих людей такое напряжение. Ну, он очень натуральный запах. Да, да, вот в том-то и дело. А скажите, пожалуйста, вот вы упоминаете, обе упоминали слово зелёные, да? А вот как вот у нас в Латвии, как вы в Латвии распространяете свою продукцию? Ну, если не то, что там в магазинах, это понятно, а вот именно как наша публика относится к этим продуктам? Вот, с облепихи начнём и похожим. Ну, вот у нас уже очень-очень, как сказать, знающий человек в Латвии, да? Он уже хочет читать, он уже хочет знать, что он делает. Потому в Латвии получается уже намного легче продавать, потому что люди хотят знать, что они там пользуются чем-то. Вот, но тоже есть вот такой тренд, сейчас намного больше появляется уже в веганной косметике, да? Чтобы не использовалось ничего из животного мира. Ага. Вот, и наша косметика соответствует тому, да? Мы не используем никакие ингредиенты. Вот это очень интересно. Вообще, эта тема большая, вегановая косметика. Я раньше думал, что вообще шампунь не пьют. Это очень популярно сейчас. Да? Да, это веган. Вы знаете, вот у нас сейчас буквально через несколько минут будет рекламная пауза, да? Ну, ещё нет, но через несколько минут. Мне просто не хочется начинать эту интереснейшую тему, да? И прерывать её, потому что это действительно очень любопытная вещь. Я хотел бы тогда вот такой короткий вопрос задать, который касается объёмов сырья для вашей работы. Как я понимаю, с молоком у нас в Латвии в порядке всё, да? Да, там проблем нет. А какие запасы облепихи? Не обдерёте ли вы всю облепиху, которая есть в Латвии? Ну, так, с облепихой очень сложно, да? Да, мы используем экстракты облепихи, которые мы покупаем в Латвии. Мы используем тоже сок, яблоко из Латвии, не яблоко, но сок из облепихи, да? Вот, но масло облепиховое мы не можем закупить в Латвии, так как в Латвии его не вообще производят. А, допустим, кто у нас крупнейший производитель? Самый крупнейший производитель в Финляндии. И что происходит, что в Латвии у нас очень многие люди растят облепиху. Так они просто собирают ягоды и продают её в Финляндии. И потом мы её покупаем обратно из Финляндии уже в масле. Понятно. Ну, а если, допустим, с молоком всё в порядке, то для Циану Косметикс вы, очевидно, тоже закупаете и в Латвии, и за границей, да? Некоторые мы закупаем, конечно, Латвии. Если, например, есть продукты, где использовать мёд, это мы покупаем Латвии. Но есть некоторые из серии, конечно, которые мы покупаем за рубежом. Успокойте меня, в Латвии много мёда? Ну, хватает. Для нас хватает. Для вас хватает, да? А скажите, пожалуйста, вы случайно не делаете для бани мёд специализированный? Есть у нас такой продукт тоже. Есть такой тоже продукт. Потому что очень интересно, однажды гость из России приехал в Финляндию и увидел там мёд для бани. Но он понял так, что это мёд, который нужно есть. Ну, когда ходишь в баню, там, пить с чаем, и он, вместо того, чтобы спросить окружающих, он его решил потом намазать на хлеб. Ну, естественно, что не отравишься. Но он очень удивился вкусу. Вот это любопытные такие специфические продукты. Кстати, могу сказать, что у нас есть сахарный скраб с мёдом. И тоже один человек тоже его съел. Это было в Дании, да. Но ничего не произошло, так как он натуральный. Ну, хорошо. Это очень интересная тема. Сейчас у нас будет рекламно-информационная пауза. После чего мы перейдём к следующей нашей странице. Поговорим как раз о веганской косметике. Будем принимать звонки наших уважаемых радиослушателей. Оставайтесь вместе с нами. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжается программа «Деловая среда». В студии с вами я, Константин Рангс. Мои гости сегодня Рита Строжинска, совладелица компании «Био 2.Ю». И Байба Шмидте, менеджер, руководитель службы маркетинговой службы компании «Цитолета». Это бренды «Циано Косметикс» и «Пиэн Дэйн Спа». Мы говорим сегодня о продукции, о косметической продукции, которая выпускается в Латвии этими компаниями и продаётся за пределами Латвии. Зачастую она использует и латвийское сырьё. И так вот потихонечку разбирая тему, из чего и как всё это делается, мы пришли к очень интересному вопросу. Это вопрос косметики новой в нашу современную эпоху, когда люди начали очень внимательно относиться к тому, что они мажут на собою кожу. И выяснилось, что существует косметика веганская. Раньше, вот, например, я, как человек старшего поколения, полагал, что веганы – это те люди, которые не едят ничего животного. Но вот, например, Байба и Рита объяснили мне, что эти люди, по-моему, даже на это смотреть не могут. Не то что мазать это где-нибудь на своё тело. Вот хотелось бы всё-таки разобраться, поскольку слышно, много пишут о том, что это растущий рынок, вкусы как раз общества меняются. И вот хотелось бы спросить вас о том, что это такое и какие вообще перспективы, что у нас вообще ждёт в будущем с косметикой. Я хочу отметить, что наши уважаемые радиослушатели могут к нам позвонить, высказать свою точку зрения или задать вопрос по телефону 672-12-939 или 672-13-939, а также зайти на наш чат MixNewsLV RadioBolt.com Live. И вот очень уже, как говорится, есть интересный вопрос от нашего слушателя. Он к вам. Как вы собираете ягоды-облепихи? Ведь они маленькие и колючие. Я с большим трудом собрал литр и не могу себе представить, как собирать урожай в промышленных объёмах. Мы работаем с хозяйствами. Мы сами не собираем, но мы, конечно, присутствовали, мы видели, как это производится, как это всё происходит. И это происходит немножко поиначе. Они просто удаляют ветки, эти ветки замораживают, и тогда эти ягоды сами уже отпадают. И тогда 100% можно собирать все ягоды. Потому что кожа этой маленькой ягоды, она такая чувствительная, что 50% она просто выливается, если мы её будем собирать от куста руками. Вот потому такое используется. Честно. Знаете, я подумал о том, что это означает, что нашему слушателю можно рекомендовать в следующий раз отправляться на сбор ягод-облепихи с баллоном жидкого азота. А прыскает ветку, тряханёт, и всё тут же и опадёт само вместе с листьями. Нет, это плохо звучит. Почему? Жидкий азот – это замечательно. Ну, хорошо. Давайте всё-таки тогда перейдём к теме веганства. Кто из вас начнёт тему, что такое веганы? Веганы в косметике сейчас очень большой тренд в Европе, потому что люди не хотят использовать косметику, которая содержит какие-либо существа и животного мира. Это не означает, что мы не едим мясо, но тренд веганов означает, что они не хотят использовать на коже никакие такие продукты. И наши продукты соответствуют этому тренду. Мы не используем продукты животного мира в нашей косметике, но у нас есть некоторые продукты, как, например, бальзам для губ, где мы используем пчеличный воск. И веганы, они всё-таки тоже не используют пчеличный воск, потому мы говорим, что, да, в наших губных бальзамах пчеличный воск. Простите, пчёлы-то чем им не угорели-то? Вот так и так есть. Это же не перемолотые пчёлы. Да, вот, к сожалению, да, веганы, они очень-очень уже далеко пошли в своих убеждениях, да. И, ну, мы как бы у себя всё-таки считаем, что пчеличный воск и мёд – это хорошие вещества для кожи. А Мбайба, а как же вы со своей молочной сывороткой? Ну, так же, как получается, как мёд используется, так же молочная сыворотка используется. Ну, молоко-то, оно уже не… это же не живой организм. Ну, у веганов это не работает, они не используют ничего из животного мира. Ага. То есть, если бы вы заменили, условно говоря, коровье молоко, но кокосовое, то тогда, пожалуйста, да? Ну, наверное, пожалуйста, но тогда это был другой продукт. Ну, да, потому что как раз интересно то, что молоко – это сыворотка, это биологически активное вещество. Мёд мы тоже используем в продуктах. Так, а вот скажите, пожалуйста, это вот эти вот веганы там, кто ещё там может быть, да? Это узкая такая нишевая аудитория? Либо это становится как мода, которая расходится, знаете, вширь и сводит с ума большие массы населения? Ну, вот я бы хотела сказать, что это сейчас тренд. Я тоже бы согласна, что это тренд. Это уже не то, что ты веган и используешь, но уже люди, которые не веганы, тоже хотят продукты, которые на значком или как-то, ну, как будто веганские продукты. Понятно. То есть, это очень важно, чтобы как бы для позиционирования себя в обществе, о том, что я не использую там никаких животных продуктов, да? А мясо втихомолку можно есть, да, получается? Ну, наверное, да. Потому что я, например, общался в своё время с вегетарианцами, с такими строгими вегетарианцами, они, правда, вот жиром, из какого-то животного, не помню, вот они мазались, да, а вот есть, например, даже яйцо, ну, никак не могли, потому что это вот, ну, выпадало. Но тут я понимаю, они тут ели, вот, а вот, как вот вы объясняете этих господ веганов, тут уже нечто более такое. Те, которые веган, люди, те читают эти ингредиенты, которые… Они тоже не едят этого масла вегана, да, конечно. Ну, хорошо, это очень интересно. То есть, получается так, что это сейчас в тренде, это растёт, да, вот, а что может новенькое появиться? Вот, допустим, ведь очень многие люди сейчас страдают аллергией, особенно, вот, допустим, в Скандинавии. Я много работаю в Финляндии, там же кошмарное дело, там дети, вот, особенно вот, ну, нынешние, поколения, у них аллергия на всё, одного там на ручку, ну, в смысле, вот, на краситель, да, у другого там может быть чуть… Знаете, я уже не удивлюсь, если у кого-то будет аллергия на свежий воздух или, там, ну, на чистую воду. Причём это есть масса объяснений. И там стараются вот эти гипоаллергенные препараты. Как вот вы на это смотрите? Вообще, это стоит играть свечи, делать акцент на специальную косметику для людей, которые чувствительная кожа, ну, вообще, аллергиков? Ну, мы делаем на пен, мы делаем тесты, что он гипоаллергичный, тесты, конечно, но если специально есть аллергия на молоко, ну, надо читать эти ингредиенты, конечно. Мы очень гордимся тем, что наша косметика считается уже проверенной, что она считается не аллергичной, да, и очень много клиентов, которые к нам обратились, которые раньше страдали чувствительной, аллергичной кожей, они, используя нашу косметику, себя чувствуют хорошо, да. И тоже мы гордимся тем, что мы не используем спирт в своей косметике, потому что спирт, он тоже сушит кожу и может, как сказать, раздражать, и уже появляется эта чувствительность. Хотя, между прочим, спирт производится из натурального растительного сырья. Да, конечно, он тоже разрешён по эко-био всем стандартам, но мы уже пошли дальше, мы просто для себя сказали, что мы этого ингредиента не используем, так как на коже его не надо видеть. Давайте сейчас перейдём к технологии всё-таки. Скажите, пожалуйста, сложно ли, например, сейчас при таком, как вы сказали, тренде находить для вашего производства натуральные препараты? То есть, ладно, молоко как бы много, да, но всё-таки ведь не только у вас молоко, у вас и другие списки по вас вообще такой впечатляющий. Я смотрел. Вот есть ли, допустим, проблема, особенно вот в Латвии, не будем говорить про кокосовое масло, у нас кокосы не растут, а вот, допустим, какие-то вот бытовые, там, хвоя какие-то, хвойный экстракт, или, там, яблочный сок, там, вот ещё что-то такое. Вообще, Латвия, она может вам дать какой-то вот материал для вашей работы? Ну, у нас достаточно большое количество продуктов, и мы стараемся, чтобы нам не было так, что у нас не хватило бы ингредиентов или серии, так что у нас разные эти поставщики, некоторые есть в Латвии и за рубежом тоже, так что у нас пока проблем нет. Может быть, проблемы только что надо подождать подольше, это единственная такая проблема. У нас то же самое, да, мы, конечно, работаем, вообще, рынок ингредиентов, он глобальный, да, и, конечно, работаем с теми поставщиками, которые могут представлять тот заказ, который мы заказываем, да, так что проблемы с ингредиентами такого рода нету, но, конечно, есть проблемы, может быть, ну, не проблемы, но нужно очень много времени вкладывать в того, чтобы найти хорошие ингредиенты, которые и были бы зелёные, и были бы эффективные, и были бы хорошие на чувства, да, на ощущения, на ощущения, да, на комфорт кожи, да. Например, сейчас тоже есть такой тренд, мы все хотим использовать со шампунями, которые не используются, там, СЛС, всякие плохие ингредиенты, да. Но что делает этот СЛС, он, конечно, он позволяет шампуню быть густым, быть хорошим... В употреблении, да. В употреблении, да. Потому мы не хотим такие ингредиенты использовать, мы хотим подобные, которые были хорошие в составе, да. Ну, понятно. И тогда, конечно, нам сложнее эта работа, потому что намного легче было бы взять этот ингредиент и поставить в нашем шампуне. Скажите, пожалуйста, ингредиенты – одна сторона дела, вторая сторона дела – это люди, которые со всем этим работают. Скажите, пожалуйста, а как у нас со специалистами в Латвии, которых вы можете, так скажем, использовать на своём производстве байба? Ну, специалисты Латвии, я бы сказала, что, может быть, недостаточно химиков Латвии. Это единственное, что я могу сказать. То есть в Латвии нужны химики? Они как будто не так много компаний есть, где они могут работать, конечно, я тоже это понимаю, но если найти хороших химиков, это достаточно трудно. Например, в Латвии у нас даже нету такой специальности ни в каком университете, чтобы готовили технологов косметики, да. Например, в Италии можно поступить в университет и стать технологом именно по разработке косметики, да. В Латвии такого нету. Значит, у нас простые химики, которые тогда приходят в наш или в другой какой-то завод, и там они учатся, да. И это, конечно, очень плохо для нас, потому что нужно использовать знания, которые мы получаем за рубежом, и, ну, вот это, да, надо посылать своих специалистов тогда уже учиться куда-то. То есть, по большому счёту, можно сказать так, что те молодые люди или вообще те люди, которые получают химическое образование, ну, химики-технологи, органики, очевидно, в первую очередь, я уж не говорю про такие экзотические специальности, как там химик-косметолог, да, вот. Они, в принципе, здесь, в Латвии, могут найти работу. Ну, они академические химики, да. Если он просто с образованием химика, тогда он, конечно, не может разрабатывать косметику, да. Значит, этот рынок у нас этого очень-очень маленький. Ну, знаете, я о чём думаю-то. Им как раз было бы интересно, что всё-таки, смотрите, вот, я думаю, что если бы мы сюда решили пригласить всех руководителей или представителей компании, которые в Латвии работают в области косметики, то вряд ли бы у нас здесь места хватило. Потому что есть ещё и маленькие совершенно фирмочки, есть побольше, есть, которые вот ваши прямые конкуренты, да, есть, которые как бы чуть сбоку стоят, там, что-то такое делают, там, лечебное. Ну, в общем-то, получается, что у нас как бы есть школа, есть определённый тренд такой, да. И, в принципе, Латвию можно же раскручивать как страну с глубокими химическими традициями. Например, мало кто даже помнит о том, что здесь у нас на улице Кришьяна Барона стоит памятник Нобелевскому лауреату 1911 года, если я не ошибаюсь. Вот. И сейчас вот мало кто назовёт его фамилию, да, вот. Но, тем не менее, у нас есть традиции. Кстати, у нас была сейчас и попытка позвонить по телефону. Давайте, у нас есть буквально минутка. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. У нас не очень много времени, мы слушаем вас. Да, ну, я тоже в своё время заканчивал и химическую школу, и химфакт. Ну, а смысл? Смысл учиться, как бы, на этого косметолога в Латвии, если, ну, сколько вы дадите зарплату? Тысяча, тысяча двести евро. Ну, когда спокойно получаешь в той же Италии по две с половиной, три тысячи евро в месяц. То есть вопрос цены труда, да? Конечно, нет смысла даже и тут идти, и искать эту работу, я вам скажу, как специалисту, потому что за тысячу получат аксистом идти работать. А в той же Италии хороший технолог может дойти до пяти-шести тысяч евро в месяц. Спасибо большое. Дай бог, дай бог, как говорится, всем такой зарплаты, да? Но, тем не менее, очевидно, это же действительно очень важный момент. Это вымывает специалистов, которые... Вы вообще чувствуете напряжение о том, что вот ваши специалисты могут, что называется, взлететь и отправиться в Италию, например? Там и климат хороший. Ну, наверное, сейчас из Латвии столько много людей уже улетело, да? Это, конечно, возможно. Это, конечно, возможно. Но рынок у нас тоже, конечно, маленький, да? Это надо понимать, так что... Ну, с химиками это тоже достаточно долго надо учиться, очень сложно учиться, конечно, что они, если ты так долго учился, конечно, они могут смотреть куда-то подальше. Подальше. Подальше, да? Но ведь, наверное, ведь не только химики нужны и важны. Ведь для того, чтобы создавать вот такой имидж Латвии, продвигать вашу продукцию, ведь нужны же ещё, наверное, и люди, нужна какая-то программа. Может быть, вы нуждаетесь ещё и в специалистов о продвижении вашей продукции? Вообще, я имею в виду косметологической продукции за пределами Латвии. Латвия – маленький рынок, деньги за границей, вы правы. Нужны такие специалисты? Ну, конечно, вот именно сейчас у нас есть конкурс, да, мы приглашаем к себе на работу экспортных менеджеров, да, мы хотим им больше, более, большой акцент ставить на экспорт. И вот именно сейчас у нас есть такая вакансия. А у вас, вы тоже, на вашем сайте написано, что в основном вы работаете за пределами Латвии, да? Да, у нас уже опыт 11 лет, так что мы, в принципе, больше, чем 80% работаем на экспорт, и, конечно, экспортные менеджеры у нас на работе. Но мы тоже иногда слушаем, смотрим и расширываемся, смотрим ещё, куда-то ещё попасть, ещё какой-то рынок, и, конечно, нужен ещё какой-то опытный экспорт-менеджер. Ну, то есть, фактически, в специалистах экспорт-менеджменту, да, они тоже нужны в вашей отрасли? Нужны обязательно. Особенно в Латвии, я думаю, в любой отрасли, так что Латвия маленькая, так что экспортные менеджеры, я думаю, что они нужны всюду. А вообще, откуда они берутся? Где у нас есть такое, вот вы знаете, место, куда можно прийти? Хорошо, вы бы, если знали такое. Именно так же, как с технологами, а их обучают уже на месте, на месте. Понятно, то есть, получается такая вещь, что если вам нужен хороший экспорт-менеджер, то воспитай его сам, так? Или сам, или уже смотришь кого-то, у кого есть опыт. А, перемани друг друга. Даже не из конкурентов, это может быть даже другая область совсем. Ну, опыт, но опыт, в принципе, и нужен. Если человек умеет продавать, условно говоря. Потому что научиться экспорт-менеджерам, это достаточно долго. Это верно, это верно. И в конечном счете он может продавать, с одной стороны, как мыло, а с другой стороны, он может продавать и мебель. В принципе, главное, что он умеет продавать. Но эта тема о том, как учиться продавать и искусству продажи, мы посвятим отдельную передачу. Я напомню, у нас была Рита Строжинская, компания Bio2U, Байба Шмидта, компания Цита Лето. И я благодарю вас, милые дамы. Мы сегодня говорили о косметике, о красоте. Я желаю, чтобы все у вас было хорошо. Уважаемые радиослушатели, до встречи в следующую среду. Оставайтесь вместе с нами.